360 тысяч было потрачено на белоснежку. Я в шоке. Пепельница за 50 тысяч рублей. 14 февраля будет, там можно вот нижний диффузор, потом еще губу там, короче. Короче, я расскажу чуть позже, что происходит, но вкратце мне очень надо, чтобы Дима ушел с дома, а я, в свою очередь, расставила конверты, типа по разным местам в квартире. Дима не уходит, блин. Кипасы или что здесь вообще происходит? Да, это максимально нестандартное начало ролика, но я решила поделиться с вами этим милым моментом. Дима очень добрый и отзывчивый человек по отношению и к вам, подписчикам, и к своим друзьям, и, конечно, ко мне. А теперь настало время посмотреть, как он умеет принимать сюрпризы. Ну, поехали. Первый конверт положен. Так, вон там второй конверт. Так, это у нас третий конверт, и он должен лежать в духовке. Короче, в фильме «Область тьмы» чувак нашел таблетки НЗТ. Кто смотрел фильм, тот поймет. В духовке, но там они были приклеены, по-моему, к верху. Я положу вот так, чтобы Дима точно догадался. Четвертый конверт я возьму с собой и передам ему в руки около Москва-Сити. Все, на низком старте. Вон конверт видно прям из двери. Я надеюсь, что он зайдет и увидит его. Короче, рассказываю, в чем суть. Вкратце. Дима уезжает на Новый год к своим родителям в Санкт-Петербург, и мы не будем вместе на Новый год, поэтому я решила ему устроить такой небольшой презент. И в конце этого видео, маленького, я думаю, это будет ставка в большое видео, вы увидите кое-что очень милое. Вот. И я просто надеюсь, что это видео кого-то зарядит на такие же приятные поступки вашим близким людям. Ведь на самом деле делать что-то неожиданное и приятное — это всегда круто. Завалила я немножечко. На часах 21.55. Где-то через минут 40 должно произойти кое-что очень яркое и запоминающееся. Короче, пока я уже жду Диму на локации в Сити, расскажу, что в этих конвертах. В этих конвертах я спрятала письма с маленькими примечаниями и заданиями, которые должен выполнить Дима, чтобы перейти на новый уровень, скажем так. Первый конверт — одно задание. Второй конверт — второе задание. Как бы третий конверт должен привезти его вот сюда, на эту точку. Эта точка IQ Quartal City кое-что особенное значит для нас с Димой, поэтому я ее поставила именно здесь. Там на пассажирском у меня кое-что лежит для него. Он это наденет на себя, и мы поедем дальше на крайнюю локацию. Так, Ангелина подготовила мне какой-то квест. Это игра на внимательность. Ищи синий конверт. Открой меня. Так. Найди в логове то, что дорого нашему сердцу. Подсказка мягкое воспоминание из Асашай. Удачи. Ну, это я знаю, что такое. Это альпака. Вот это. Пушистая. Подарил ее Ангелине в Америке. Итак, следующий конверт. Вспомни, где хранил таблетки. НЗТ. Парень из тьмы. Это будет сложно, но я знаю, память у тебя хорошая. Я не знаю, где он хранил таблетки, поэтому я воспользуюсь Google. Так будет проще. Так, я пытался найти в Google, и не смог. Я открыл фильм, увидел, что он хранил таблетки в такой маленькой какой-то коробочке. Вот в такой. Давайте искать коробку. Так, может быть, это мусорка? В морозилке нет. Дима еще там вроде как налажался последним заданием в квартире. Не может найти кое-что. Это очень мило и смешно. А, блин. Вот она здесь спряталась. Окей. О, нифига себе, маленькая машинка. Хонда С2000, как я купил. Это мило. И маленькая шоколадка. Наш первая фотка. У меня там такая же грязная голова, как сейчас. Отлично, вроде все начиналось, я буду ждать тебя там. Придется проехаться. Капец. Ну, все начиналось в Сити. Итак, отъезжаю от дома. Я еду. Опа-опа, я вижу, что он где-то подъехал. Это нужно будет надеть перед последней локацией. Да? А где мне надевать? Ну, машине надевай. И прочитай конверт. Последний конверт я передала. Уближаю. На локацию, блин, я не знаю, почему я так волнуюсь. Я делала столько каких-то безбашенных видео, но почему-то это больше всего трогает мое сердце. Спокойно, просто выдыхай. Быви по течению. Поворачивайся. Да, все? А снимай эмоции у себя? А? Себя снимай? Ну, сейчас. Сейчас дай мне камеру. Еще. Саня тоже снимай. Ну, сейчас, как мы с тобой, я буду говорить, что мы с тобой вместе с Новым годом не празднуем. Я решила, что я хочу поехать в другие грехи до Нового года. И поэтому вот так. Ну, еще один год и месяц, поэтому это тоже всегда предпочитается. А теперь возвращаемся к тому, за что вы любите мой канал. Тачки и скорость. Дорогие ребята-котята, это вторая серия с моей белоснежкой, что вы увидите в этой конкретной серии. Как мы ее будем полировать, потом керамикой покрывать, химчистку делать. Потом мы закажем на нее дискулию, потом мы сделаем заказ еще и на пленку, даунпайпы, прошивку. Ну, чтобы это все сделать, нужно еще и сделать ТО, потому что Дима, как он мне сказал, не делал ТО, а это все-таки важно. Вот здесь будет переход. Пока дойдешь до сюда по пробкам, по сугробам, умрешь просто. Но не даром я сюда приехала, все для того, чтобы сделать на этой малышке полировочку, керамичку и еще химчистку салона, чтобы она была совсем самая красивая и самая чистенькая. Ну, в общем и целом королевой дорог под стать ее хозяйке. Принимаемся за работу. Меня напрягает, знаешь что? Я не знаю, видимо, я сегодня решила всполоть сугроб, и у меня теперь сетка вылетела, видишь? Она пробита туда внутрь, ее бы вытянуть хорошо. У меня отлетел, когда я летела в яму, вот этот кофр, зеркало. У меня, кстати, болячка. Да? Помните, я раздавала оба колеса, выехав на ТТК? Вот в этот момент, когда я только вылетела в эту Марианскую впадебную яму, у меня оторвался от силы удара еще и кофр, который закрывает, получается, провода около зеркала заднего вида. Еще момент. Я своими хрупкими руками сломала вот эту штуку. Вот, видишь? Верхнюю. Я положу сюда, ее бы тоже как-то прикрепить, либо здесь трещина пошла, наверное, заменить надо было. Я понял, ладно, я пацанам покажу и разберемся, либо замена, либо склеим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сколько раз ее полировали, чтобы она до 60 опустилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА проема все отмыли пластик законсервировали бампер кстати сделали который вылетела спасибо а то что мне вылетела да вы вставили вставили он просто здесь боится короче клеить потому что будет белесость будет некрасиво если будет желание потом лучше заказать новую не ну хотя бы так потому что я имела неосторожность вот на эту верхнюю полку присобачить крепление для iphone но и она соответственно вылетела вау я только сейчас пила сколько все не блести то есть они стали прямо на ладу и очень прикольно идеальный матовый такой оттенок как завода и они еще чуть-чуть светлее стали это прям видно ну чего спасибо осталось только от полировать я уже хочу потом по глобальному сесть и отполированную керамически обработанную машину с чистым салоном и сейчас не разменивать это впечатление через сколько дней конспенсируем на час на камеру чтобы потом нельзя было слить понедельник забираешь хорошо в понедельник забираю сейчас четверг на машину по-любому надо забирать вот сори на короче про лишь волос ваке это не завод уже то есть вот это крыло полно сократно тут вот по стойку переход очень хорошо просто видосе может быть не видно сейчас глазами ты сам увидишь горох ну да и вот его прям видно глазами вот он каптала по потеку а вот сейчас шикарно прям лишь вот окраску вот здесь к ней прокрасили краска отваливается заводе машина окрасили нету что это важно будет полировкой знать сколько на ней слой лака чтобы при полировке не пробить не вот сейчас мы проверяем толщиномером лкп вроде да все сказали в заводе и и загнали помыли начали пробивать вроде тоже в заводе когда уже более детально начали осматривать перед полировкой то есть видно все вот эти косяки которые сейчас показывают то есть то уже явно то что машина но получается много где но получается что вместе с проемами ты думаешь или не а как они получать все эти таблички снимали перебиваю все полностью так просто ну подожди но здесь даже если на двери посмотреть а кстати посмотри как она наклеена мусор есть в лаке мне кажется при заводе так бы не покрасили маленький сориный в лаке вот на чистой тачке как бы стало видно что бампер другого цвета вот вроде даже на камеру видно я приехал что забирает свою белоснежку малышку рапунцель принцессу короче называть я могу сейчас как угодно потому что я по ней дико соскучилась те ребята которые отдают свои тачки в сервисы на четыре дня на эти четыре дня превращаются как всегда в неделю там и в две меня поймут очень хорошо но я сейчас ее увижу впервые за неделю и я буду дико влежать от восторга поэтому делаем и звук наушниках меньше но яркость на экране выше и делаю вас какая она сочная бомбита какая все стоит вот это все оу май как она вне стиль просто ни одной паутинки на ней нету все идеально какая она ляйба стала ну просто и ты видишь шильдики убрали да вот этот xDrive там 650 50 идеально алё это пахнет просто заводом где-то в баварии прикинь я сейчас на ней поеду в город ну как я могу а можно мне бахилу организовать огромную на машину я просто не могу себе позволить ее загрязнить шугаринг знаешь как у девочек или там это вот теперь теперь это жопка как новая керамики полировочку антидош не сделали за то что я подождала лишних полтора дня вот здесь вот на капоте были сколы сильные прям сколы вот кара и и короче почти не видно то есть чтобы их убрать это нужно полностью вышкуривать весь капот но сейчас я понимаю что их почти не видно так это никита никита занимался моей тачкой скажи пожалуйста что вы конкретно сделали по машине и какие проблемы вы нашли вас мы сделали детельный химчистку с кожей пропитку кожи кремом специальным увлажняющим в конце детеллинг полировку кузова и нанесли один слой керамического покрытия car pro light так а были какие проблемы с кузом то есть я если наблюдаю прям если я буду очень дотошным клиентам и практически все клиенты бгт я такая смотрю ага а почему здесь царапки какие-нибудь типы на машине мало лака то есть мы ее пробили толщиномером и на ней мало лака и и и то есть нет возможности сильно пилить снять большой слой лака нельзя потому что будет пробитие и и поэтому не все царапины удалось выпилить вот и остался вот максимально что могли мы добиться такого результата то есть вы не стали жертвовать всеми слоями лака лкп машины и просто как бы стерли первый слой который придал блеска и убрали какие-то вот паутины именно до да 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 молдинги тоже прополировались ну да мы их прошли для блеска мягкой паска мягким кругом с рулем что не вы делали я вот парил до отпаривать лям это как алькантара она то есть не чистится ничем в основном она отпаривается как замша и просто как бы продувать от пыли окей да я вижу офигеть как просто реально вот новая как я рада что у меня появилась эта машина а еще вы знаете что я собираюсь не делать и в этой серии же мы получается поедем еще на чип-тюнинг мы поедем на выхлоп и еще мы будем заготавливать эту малышку на весенний сезон а конкретно дизайн по кузову по пленке и по дискам коль я просто по минному полю еду понимаешь один с одной стороны гелик 63 с другой стороны тачка гардея с третьей стороны там новый 223 в броне невозможно одна ошибка минус все органы в твоем теле я иду сейчас дизайнировать метаморфозе смело углом лететь 90 процентов вообще всего внешнего вида моей бэхи и это катки короче сейчас будем убирать к точке под мою малышку давай мне поможет краски с реализацией моих все самых безумных идей и он уже заготовил 3d модель моей малышки и на нее поставил какие-то катки да да все верно у тебя только это безумнейший идея я хочу очень я закинула свою тачку на дитейлинг и в это время мне ребята подобрали уже пленку на машину которую я хотела просто прислала фотку они сразу не прислали ту палитру которая у них была и нашли тот самый цвет аварий параллельно с этим решал задачу с дисками я ему сказал что хочу вот такие диски у меня прислал фотки мы с ним как-то все организовали и тут я прихожу спустя неделю а тут уже отрисованная моя малышка в 3d модели мы сделали подборочку базовых дизайнов которые нашли в интернете вот например модель биси форчт первый вариант вот эти мне очень понравились я прям тащусь по розовому золоту и еще учитывая тупенку который хочу не сделать это будет полная полноценный такой мэч мэч вот хочется его сразу хочется ребята могут делать представьте абсолютно любые диски причем не в каком-то китай качестве а делать их очень круто очень качественно самое главное сравнительно быстро если мы говорим про другие компании конкуренты и вот существующие ныне на рынке и что еще прикольно я короче обращалась еще в другую компанию и они мне сказали что 3d моделирование они смогут сделать только когда я уже вынесу какой-то аванс за эти диски я такая думаю чего то есть я должна заплатить и только потом увидеть как бы то произведение искусства которые вы хотите поставить на вашу машину то есть короче подстегнуть мне как клиента а тут тебе сразу 3d модель предоставляют чтобы ты увидел увидел что у тебя конкретно быстро этой машине . прикольно это направление в богатые появилась сомнительно недавно полгода назад но сама не занимается дисками уже более трех лет и это достаточно такой большой стаж в этом деле тут сделали такое нестандартное немножко вызывающий цвет и зеленые вот каждый из которой мы делаем мы специально прорабатываем на статические динамические нагрузки такое к сожалению в россии никто не делает по причине того что просто нет специалистов и мы делаем все возможное чтобы машина реально могла себя хорошо чувствовать на больших скоростях и действительно было бы обидно сделать офигенные диски которые были бы к тому же очень безопасные и качественно сделаны и поставить проставки и просто загубить ну как бы всю эту работу и вот сделали такую подборочку это уже да конечно вот такой еще вариант в стиле hre и плюс в мышцном стиле это кованая заготовка то почему в россии нету настоящего реального производства кованых дисков и то почему они стоят так дорого то есть сразу два то есть болванка примерно такого размера и на него берется пресс 10000 тонн но оригинальную то есть если нормальные 22 диски болванка весят от 50 до 60 килограмм зависимости от ширины и вот посмотри какой вот конечный результат сколько он весит по сравнению с начальной вещью вот в россии то есть вот этот пресс действует что он стоит около миллиарда долларов поэтому в россии его нет такие же классические как вот bbs и они делаются в китае и мы договорились с этим заводом а мы обязательно покажем потом эти фотографии и так далее что все наши болванки все диски которые мы производим делаются из точно такие же болванок что японские оригинальные диски в рейс и ворк то есть мы не используем действительно есть там подешевле подороже заводы мы используем самые дорогие заводы по цветам то есть можем выбирать именно цвета чего сумасшедшая идея на самом деле то есть смотрите существует моноблоки более базовые диски которые стоят дешевле чуть-чуть то есть одна заготовка и здесь выпиливается любой рисунок которую мы собственно создадим и придумаем вот а есть еще составные диски то есть там есть отдельная обод и отдельно сердцевина вот и в принципе то есть если бы мы создали вот что-то наподобие вот этого бренда ну то есть это просто дизайн это из интернета фотографии взята то мы могли бы менять центр не меняя сам диск то есть мы могли бы изготовить себе отдельно сердечки например когда вы бы там с димой поехали на какой-нибудь ивент вот и в оде мы бы тебе одели абсолютно можно да меняя вот сам вот оба машины и опыт не меня просто менять центра дизайн центра меня да вот я сама как крупная девушка могу взять и поменять его ну нет но естественно шиномонтажник но это не такое что невозможно аж на ниве нет я в шоке если вы реально это создадите то это будет очень клево примерно вот в этом месте вот будет специальный барьер находиться этот барьер вот примерно вот здесь будет цепляться да за который будет цепляться середина но середина будет цепляться не за свои края а вот тут нету никакого крепления крепление вот здесь проходит в середине и получается что у тебя будет эффект того что центр не двигается не то что не двигается то что он нет пиццы что они не крепят не крепятся к барьеру до эффект такого левитирования да она примерно так и это будет офигенно выглядеть то есть это самые элитные диски и вот у меня очень-очень прям это это не инновация так делают в америке потому что там есть чуть больше денег но и я считаю что в россии достаточно крутая страна чтобы мы вместе развивали то есть были одними из первопроходцев вот в этом направлении потому что действительно очень мало сейчас людей покупают составные диски а что-то абсолютно авторской что-то уникальное что-то сто процентов было бы подходящее под эту машину более того даже можно сделать да вот коллекцию составных дисков которые можно будет зависимости от настроения например лето зима там весна хорошее настроение или подплатье вот менять центр и это было бы супер уникально и кстати это было бы все равно адекватные деньги стоил я уже горю ребят я реально горю чтобы это сделать но по срокам то есть если мы сейчас начнем забрасывать удочку на завод не согласуем с тобой вариант дисков сколько нужно будет времени до полной реализации чтобы они оказались на ней то есть в районе двух месяцев два месяца это такой базовый срок на самом деле большая работа подстоит и она уже кипит на моих глазах я до сих пор не сделала техническое обслуживание поэтому как-то мне стыдно ладно спасибо вань давай тебе твой лаку да я думаю что совсем скоро мы с ним согласуем все и мои диски начнут вот из этого превращаться вот в это мы приехали сюда чтобы сделать полноценное то чтобы машина была подготовлена к стейджу многие знают что дива мне подарила новый год самый лучший подарок это сабля я считаю что она очень красивая и достойно жопки моей машины с этого начинается история метаморфозы белоснежки в м6 помимо утиного хвоста мы поставим карбоновые ноздри и накладки на боковые зеркала да кардинально эти допы не изменят внешний вид тачки но агрессивный силуэт начинает уже прорисовываться у ребят настолько высокий сервис высококачественный и клиентоориентированный что они мне дали вот эту подменку бентли мульсан конечно нужно сзади ездить но давайте сделаем быстрый чек-ин как еще тут чувствуется вот эта вот лоджерная жизнь ну бентли это всегда что-то на богатом не ну тачка такая уверенная на самом деле пепельница за 50 тысяч рублей да ладно да 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 если и твой водила любит покурить и ты любишь покурить то ты просто вот тут тоже у тебя есть такая же пепельница даже есть вот образец который можно взять и покурить капитан блэк у нас тут лежит фу блин реально воняет тебе там тоже есть ковролин тоже прикольный у меня такой дом лежит и чтобы не биться головой об стойку здесь еще есть подушка около стойки смотри видишь не ну да все таки бентли хороша да ну да слушай а Дима тебе же тогда тачку по нормальной цене взял да да а где он ее смотрел ну я не знаю где конкретно он эту машину смотрел но я на своем опыте всегда тачку ищу на дроме хороший звук такой лайбы феррари между прочим я просто тоже себе сейчас и машину ищу и ну хочется какой-то проверенный источник короче я на своем опыте все тачки брала на дроме всегда потому что там отличный выбор и что с геликом не повезло что с семеркой что тачку на следующий проект я тоже там выбирала поэтому в принципе дром для любых покупок связанных с автомобилем идеально подходит ну да я просто боюсь на плохих продавцов нарваться за это вообще не переживай потому что на дроме самые подробные отчеты по истории авто и риск лохануться намного ниже чем без дрома поэтому чаще всего я пользуюсь именно дромом и просто открываю отчет по тачке смотрю что у нее было все косяки вижу и тогда принимаю решение покупать или не покупать так что вы ребята тоже идите на дром я вам очень советую ссылочка на скачивание в описании фэмили влог как будто из 2015 года я буду Диме показывать то ради чего в принципе вся машина и делалась ну мой подарок ну да такс выгоняем бричку вон персонаж стоит меня научили включать армянский вариант это с нижними противотуманками давай ну я же тебе не показываю прям новую машину ну 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 мне очень нравится что этот карбон полностью сочетается с карбоновой рамкой да короче сейчас дожди да я вспышку включу так лучше будет вот когда вспышку он идеально играет вообще да просто идеально сочетает ушки Ушки, посмотри. Хорошие. По стыгам все пошло. Вообще идеально. Да, здесь немного подпилили, чтобы она нормально закрывалась. Потому что у меня же уши закрываются. Я понял. Ну, конечно, хвостик. Посмотри, как идеально встал. Я думала, что он плохо встанет, а он прям идеально встал. Что это за вода? Это вода, да. Сверху. Сверху? Ну, либо не высохла. Я сегодня ездила же на спорт. А, то есть не ездила. Ну, это, наверное, просто так-то никак. Ну, кстати, странно, а почему везде вода высохла, а здесь не высохла? Может, пойдем посмотрим на наше место? Там разные материалы. Это пластик, это металл. А, и вы на крыше еще поймете? Да нет, я понимаю, почему. Нет, там какая-то вода была. Нет, капот высох, потому что там мотор. Крыша тоже всталон, а багажник там не выгревается. Поэтому у тебя тут тоже как-то есть. Ну... У вас пушистая 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 была, да? Да, наша пушистая. А вы видели, сколько видео набрало? 7 миллионов просмотров. Да, прикол. Короче, хвост прям офигенный встал. Почти у тебя больше подарочек. Я рад, что подошел. Ну, смотри, там еще, в принципе, потом 14 февраля будет, там можно вот нижний диффузор, потом еще губу там, короче. Полностью, да, оснащение сделает у нее тиньбовое. Я не буду встал с этим, я не понял. Я хочу еще сделать у нее карбоновые жабры. И раньше, кстати, я думала, что шестерка она идет без этих жабр, а она, кажется, идет в стоке со этими жабрами. И она выглядит поэтому с этими ушами и жабрами, как эмка. Очень прикольно. А покажи, какие у нее глаза. Ну что, белоснежка приобретает человеческий вид, и я ее собираю как конструктор просто лего. У меня от этого столько эмоций. Как вы видите, я думаю, вы заметили разницу, что и ноздри, и ее колпачки, там вот эти вот с кисточками отлично сидят. Ну и, конечно, зад имеет значение. Все-таки зад больше имеет значение, чем перед, скажем так. Поэтому вот тут можно созерцать прекрасный утиный хвостик саблю. Мне кажется, его классно поставили. Но так или иначе, я же ее буду переклеивать. И я уже заказала пленку, заказала дискуле. И все равно это будет все сниматься. Но я имею в виду саблю. Поэтому наслаждаемся пока ее белым видом, а потом она станет как некий фрукт. Но пока без спойлеров, ребят, это останется в тайне. Я поясни, что я так классно сажусь в машину свою. Как для человеческого организма важен чекап? Вот типа сидеть на Алтай, полностью там прочекинется, прочекапнуться, что еще какие-то там совечки умные бывают. Все это сделать, и ты чувствуешь себя вновь человеком. Вот то же самое я сделала для своей машины, чтобы понять, насколько она подготовлена к тому, чтобы становиться еще сильнее. И я переживала, что у меня там могут быть какие-то накладки с мотором. Мне уже чувак со стенда, этот старичок милый, сказал, что все окей, мотор у тебя хороший. Но все равно какие-то переживания, вот такие вот, какие-то происки моих сомнений были. Мне сделали то, слили масло, проверили мотор и сказали, что у тебя все чики-бомбини. И я на этот момент просто начала так ликовать. У меня такое просто хай-настоение было. Я поняла, что можно не париться и заливать на ее софт. Поэтому машина подготовлена. Сейчас она уже 100 километров отъездила на новом спортивном масле. Поэтому сейчас дадим тапку в пол. Конечно же, на отдельно выделенной трассе. Это было в комфорте. И я дико рада. Она начала прям валить. И вот я понимаю, что все фильтра поменены. И даже сидя в салоне, вот этот воздушный фильтр, который идет в салон, тоже был поменен. И я прям не засыпаю в тачке. Хотя вот в черныше я бы постоянно спала, потому что грязный воздух. И ты как бы захлебываешься. Еще это накопительный эффект имеет не очень хороший. Так что берегите свои тачки и любите их. Хольте, лилейте. Какие еще слова бывают? Заботитесь. И все будет так. Я не смотрю под ноги себе. Ты когда-то? Это вчера. Я очень торопилась и заехала на бордюр. Мы приехали сейчас прокачивать нашу малышку. А почему нашу? Мою малышку. Почему-то постоянно как будто нашу, как будто у меня многое. И я чисто, знаешь, у меня раздвоение личности. И вот это наша малышка. Что будем делать? Устанавливать даун-пайпы, правильно? Да. Прошивать ее, чтобы она была быстрее. Вот насколько, кстати, она станет быстрее? На данный двигатель есть заводская версия прошивки от Альпины. Мы думаем, что используем именно эту версию. Там будет более 500 лошадиных сил. Чтобы пощадить ее мотор. Потому что он у нас капризный такой малый. И сколько будет еще раз? Ну, 500 плюс будет. 500? Я думала, там процентов типа на 10. Ну, зато безопасные, заводские, со всеми режимами защиты. Не, вы понимаете, что такое 500? Сейчас у нее 409. Не 47, а 409 лошадей. И она как бы уже нормально валит. Там будет 500 еще. А вот даун-пайп, когда ты их ставишь, получается, у тебя начинает лучше дышать мотор еще. Да, противодавление убирается. И машина и греется меньше, и дышит, как вы говорите, лучше. Из-за этого лучше еще ей? Да. То есть не только звук появляется, но еще она как бы начинает немножечко подвали. Да, конечно, разгружается мотор. Блин, я не знаю, я подсела на шестерке. На М-ках у них какой-то более ярко выраженный, эта жабра более ярко выраженная. Но если нам такую же поставить, кстати, будет прям кайф, потому что многие сначала смотрят на дуло. Если там 4 дула, то сразу понятно, что это типа М-ка, но это кто-то не разбирается. А потом смотрят на уши и потом смотрят на жабры. Короче, надо вот мне как-то тоже приблизиться к М-ушному внешнему виду. Ребят, смотрите, что я нашла. Это Бэха-восьмерка. Вот если вы не знали, то это была самая первая восьмерка, которая вообще была. Была самая крутая машина вот именно в те годы, в 90-е, да? В 90-е годы самая крутая тачка была вот эта. То есть мне интересно вообще вот кто себе ее покупал. Раньше я интересовалась на всякими этими Макларенами, Феррари. Все это окружало меня, я так восхищалась этим в Бугате. А теперь я поняла истинный кайф в том, что вот старые машины уже не будут выпускаться. И чем они в хорошем состоянии, то есть их хорошесть зависит от того, в каком они состоянии. Типа они намного имеют больше ценности, чем какой-нибудь там очередная Феррари и Макларен. То есть такую машину, если увидеть реальный любитель, любитель там и Petrolhead, он поймет, что вот это стиль имеется. А там Макларен есть у всех, грубо говоря. Ну, у всех тех, кому он нужен. На самом деле у меня появились вот такие опасения, потому что ты сказала, что в ней будет около 500 лошадей. И как это может отразиться на моторе? Он как-то убавится по его долгожительности или нет? Ну, при использовании сотового бензина никак не скажется, потому что все защитные режимы сохранятся. Вот в чем как раз-таки отличие обычного чип-тюнинга, где немножко додвигаются всякие защитные режимы. В данном случае на заводской прошивке Alpina все будет максимально безопасно. То есть она, если почувствует себя плохо, говоря обычным языком, она успеет защититься и она эти 500 лошадей не выдаст. А, ну все, короче, она будет, получается, она останется с мозгами, скажем так. Она не будет крышесносной, как бы девочка все равно будет думать со своей головой. И вы будете сейчас моим эндоскопом или это не нужно? Будете? Да. Все-таки надо ее посмотреть. Я, конечно, ни в коем случае не переживаю, то есть я знаю, что с ней все хорошо. По-моему, здесь нужно аккуратное объяснение, почему я так переживаю за мотор. Ребята, когда делали ТО, да, сказали, что с мотором все гуд и окей, но эндоскопом не смотрели. Сейчас, перед тем, как заливать софт, уже эти ребята должны будут залезть прямо вглубь мотора с эндоскопией. Тогда я и узнаю на все 100%, жив цел орел или нет. Что ты качаешь головой своей? Ты постоянно всю дорогу мне говорила. Я не знаю, понимаешь, у меня, что не машина была, ауди С8, задиры в моторе, BMW M5 E60, задиры в моторе, еще одна BMW. BMW, даже X5M подо мной троил, а почему под Диму он не троит. Даже семерка пришлось выгибнуть мотор. Да, еще семерка у нас, мы, конечно, гилизовать мотор не стали, мы же не дураки за 750 тысяч гилизовать мотор, поэтому мы его просто вязали и поменяли. Я оставляю свою белоснежку ребятам и уже я на 4 часа, так что сейчас вы увидите все метаморфозы, которые будут происходить, чтобы машина начнула дышать, ехать лучше, а главное, звучать очень вкусно. Погнали. Да, я подожди еще раз. Погнали. Блин, ты можешь подставить мне потом? Погнали. Короче, я попросил, я думаю, что многим интересно, как звучит двигатель без выхлопной системы. Ребята сказали, что в целом на несколько секунд это безопасно, и давайте сейчас проведем такой эксперимент. Погнали. Вообще, это очень громко. Обалдеть. Все, глуши. Вот это зверюга, вот это реально мощная зверюга. Теперь, для того, чтобы точно убедиться в надежности и качестве мотора, ребята хотят проверить цилиндры на задиры, и сейчас достают свечи. Как это делалось с Е38? Это приехали правильные даунбайпы, да? Да. Они прямо как будто в два раза больше. Ну так и есть. Нет, лодиров нет. Вот это она зазвучала, блин. Звук на ней получается даже лучше. А почему что это? Потому что на М-ке Твинскролл турбины и коллектора, точнее коллектора, а здесь прямые обычные. А можешь с ними играться как хочешь, да? Ну даже дело не в том, что играться. Просто конфигурация турбин и выхлопа такая, что здесь звук намного интереснее. Первая машина без задировки. Да, это моя первая тачка без задировок. Мы заканчиваем пессимистичный. Уезжаем без белоснежки от ребят. Но я надеюсь, что следующий кадр, который вы увидите, будет, как я валю по трассе с неимоверно злым звуком. Пожалуй, это был самый долгий манипуляйшн с моей тачкой. Объясню почему. Ребята сказали, что сделают выхлоп из Алютсофт за 4 часа. Я оставила Колю, поехала делать свои дела. Коля знал, что съемка продлится всего 4 часа, поэтому у него было очень много позитивных эмоций. И как бы я тоже знала, что через 4 часа я заберу машину, она будет уже готова. Но как бы не так, ребят. По итогу ребята делали ее 9 часов при нас. А потом оказалось, что они ее делали целый день. То есть получается, сколько? 12 часов они ее делали. И только под ночь, в 2 часа ночи, они написали, типа, ребят, тачка готова. Я такая, окей. Но на тот момент мы уже уехали спать, понятное дело. Что они сделали? Залили 500 лошадей и сделали гороховый отстрел. То есть машина сейчас просто либо как калаш, либо как горох, как бы по настроению. Но она как строптивая лошадка не хотела принимать на себя софт. А именно на коробку. То есть они прошили заводским альпиновским софтом движок. Но этот же заводской софт от Альпины не залетал на коробку. Но спустя 12 часов моя коробка капитулировала. И бастилия пала. И все залетело вот славно, как по маслу. Поэтому сейчас у нее и коробочка прошита, и движочек. И она едет вообще замечательно. Мне очень нравится. Ну, короче, я говорю как есть, ребят. Я это записываю на следующий день, когда я уже проехалась на ней и поняла, как она охуенно едет. Просто сейчас вы увидите мои первые эмоции от... Я под софитами. От рулежки и от ее динамики. И, конечно, от звука. Ребят, так произошло, что звук полетел. И, к сожалению, мои дальнейшие слова и все крики не записались. Но мы посчитали нужным оставить мои эмоции, потому что они неповторимы. Я бы не смогла еще раз так сыграть. Поэтому насладитесь моей прекрасной мимикой. Ну что, топаем? Включаем спорт. Плюс даже. Потом что еще? На всякий случай вот так делаем. А, нет, так мы уже не сделаем. Ладно. Что-то мне даже боязно как-то. Я переживаю прям. Готов? Давай. Мне что-то стыдно здесь это делать. Пока никого нет. У меня ни одной машины такой громкой не было еще. Даже М5 была не такой громкой. У меня не было отстрелов. Прикинь. Жесть. Погнали кататься. Такая белая жопа стоит. Блин, какая жесть. Причем, знаешь, все выезжают с этого паркинга. И все видят именно вот его белую попу. И думают, господи. Кому пришла такая дурная идея в голову? Спускаемся. Я вижу этот поток. Я вижу этот гольф-стрим. Сейчас мы залетим в него. Охренеть, она классная. Вот, смотри, сразу восьмерка подцепилась. Да, это или А6. Короче, какая-то удюха подцепилась. Мы ее сейчас прогрели. Ты слышал прям нормальные хлопки такие? Как будто вам похлопывают жадью. Вот так вот. Я нажимаю газ в пол. Ну, газ-палас. И он первым делом, что пишет мне, потеря зацеп. А, я еще поняла, что у нас поменялось в машине. Еще одно изменение в машине – это расход топлива. Мы выехали, было 115 запас хода. Сейчас уже 72, мы проехали меньше, там, 10 километров. Фу! Было 20! Было 20, когда я привезла тачку у ребятам. Сейчас 28 уже. А сейчас вы увидите, как мы поедем по туннелю. А вот мы и в туннеле. Она как из калаша просто бьет. Слышишь это? Это очень хорошо. Прям ммм. Это вкусно. Это очень вкусно. Ребят, ну что, оценивайте в комментариях, насколько классно у нас получился выхлоп. Я надеюсь, что все звуки, все переливы, все камертоны слышны вам. Это круто или это не круто? Или это переборщ? Мне кажется, это круто. Рубрика «Эксперименты». Я посадила Холю за руль, чтобы он, как пацан, оценил, насколько тачка поменялась после прошивки. Самое главное, что я на этой машине не ездил. То есть, сразу я буду, как бы, ощущать ее после тюнинга. Сразу сбой. То есть, я вообще никому эту машину не давала. Только Дим на ней ездил. И вот Коля сейчас второй человек, который после меня ездит. Светофоры. Второй она вообще подхватывает. Она на первой как будто система стабилизации не справляется или что-то такое. А на второй они как будто присаживаются. Вообще прикольно. Сейчас еще раз попробую. Материн. Вторая. Со второй, вот, когда мотор сдувается там с трех с половиной тысячки, это очень интересный подхват. Особенно вот на второй передаче или, не знаю, третьей, может быть, это из-за того, что автомат. Но, блин, очень, очень бодро. При этом мне очень нравится, что это именно комфортная версия тачки. То есть, не М-ка. Потому что М-ка, она очень, как бы, жесткая. Здесь остается вот эта мягкость подвески. Вообще не напрягается. Мы вообще не напрягаемся при переезжании полицейского. Но при этом ты можешь делать вот эту... Ой, ноги сейчас просто вылезли вот так. Сучка, а! Это круто. Это круто. Сейчас было с горки еще. Вообще просто. Тише, тише. Я желаю каждому пацану хотя бы раз в жизни дать подсраку хорошей машине. Это обязательно. Это очень круто ощущение. Это вот как посадить дерево, там, воспитать сына. Вот надо в этот список добавить. Посадить дерево, воспитать сына, построить дом и дать подсраку хорошей машине. Четыре пункта. И вы, в принципе, сделали все важное заезду в жизни. Ладно, поедем немного в комфорте. Кстати, давайте обсудим математику. Я думаю, всем будет интересно, сколько потратила на эту машину за два месяца эксплуатации. Первое, что я сделала на ней, это химчистку, керамику, полировку. Обошлось мне это тысяч в 120. Потом мы сделали ТО. Оно мне обошлось в 80 тысяч, у меня еще было спортмасло, поэтому, если бы я заливала обычное масло, оно бы обошлось чуть-чуть дешевле. Потом я вставила карбоновые детали, это еще 20 тысяч. И после чего я сделала себе прошивку и пайпы. Это обошлось мне в 80 тысяч. Итого 300 тысяч конкретно вот на какие-то манипуляции. Плюс надо прибавлять к этому ко всему. Еще я трачу в месяц 30 тысяч на бензин. Итого 360 тысяч за два месяца эксплуатации было потрачено на белоснежку. Вы спросите меня, стоило ли это того? Я скажу стоило, потому что сейчас она выглядит намного лучше. Она едет намного лучше. Мне ей даже приятнее стоять в пробке. А это немаловажно, потому что в пробке мы проводим примерно столько же времени, сколько и спим. Поэтому я очень рада, что такие манипуляции происходят. И сейчас я еще хочу поднять такую тему, сказав устами хейтера. Эта машина стоит даже меньше, чем новая Kia Rio. Да, возможно, она стоит меньше, чем новая Kia Rio. Но первое, это другой класс тачки совершенно. А второе, ее цена низкая, компенсируется тем, если можно это называть компенсацией, что ты вбухиваешь в нее намного больше денег. То есть она в обслуживании выходит себе намного дороже. Потому что, насколько я знаю, сколько ты датишь на ТО своего Хиндая? 6 тысяч. 6 тысяч. Здесь как бы сумма в 12, по-моему, крат больше. Пишите в комментариях вы, пожалуйста, вам нравится эта машина или нет. То преображение, которое я с ней делаю, заходит вам оно или нет. И самое главное, пишите на ваш вкус, какие дальнейшие метаморфозы мне стоит с ней провести. Завершающая нота нашей второй серии из Белоснежка. Надеюсь, что вам понравилась она. Я посчитала нужным не делать чего-то сверхъестественного, не делать какой-то супер экшн-контент, а вот просто по классике жанра пойти. Как я дооснащаю свою машину? Как она медленно превращается из обычной 650-й, из обычной купехи семейного такого вида, настоящего зверя? Я еще раз напомню, если мне кажется, я это еще не говорила, хочу из нее сделать какое-нибудь подобие М6, чтобы она валила, чтобы она была очень крутой по внешке. И в следующих сериях мы будем, конечно, стремиться к этому. Поэтому, чтобы сделать неприятно, замотивировать на дальнейшие серии, я попрошу вас просто поставить палец вверх. Вам не сложно, мне приятно и всем хорошо. Поэтому пока-пока, хорошего дня, вечера, что еще у нас будет, ночи. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!